здравствуйте дорогие друзья начались 10 дней раскаяния наши пути до емкипура и весь этот период мы берем хлеб и макаем его в мед а не в соль поэтому давайте поговорим о меде вообще что это 54 раза упоминается в торе слово мед ваш из них 21 раз в отношении земли текущей молоковым медом это об израиле но в принципе нет доказательств того что в библейские времена занимались пчеловодством и поэтому все считают что слово 2 шат носится к любой патоки к сладкому фруктовому сиропу раши пишет что это и финиковый сироп два раза очень четко сказано об щелином меде это когда я на там там сын шауля услышал как его отец заклинает народ протянул конец палки там обмакнул метовые сотки там и так далее и второе это про когда в книге шахтим судей что еще мы с вами окунать яблоко в мед во время трапезы мы начали рошашина и что мы говорим мы говорим богу в это время даруй нам сладкий новый год есть еще обычай которые многие знают в канун перед емкипуром отец семейства в синагоге габай раздает кусочек лекаха медового пирога желая получить счастливый год это такая традиция согласно этому обычаю тот кто хочет получить кусочек лекаха должен попросить нельзя тогда сказать дай пожалуйста причина этого в том что если человеку предназначена в этом году так сказать такой хотят смягчить приговор если ему положено просить милости или еду из милости то этот кусок пирога избавит его от унижения так древних книгах написано есть еще один с обычай связанный с медом в 21 день мы с вами в течение месяца тишлей с рошашина и до шана раба будем макать вот мед в 21 день продолжается наш медовый месяц богом 21 день он как бы дает нам возможность осознать что произошло это новый год дает нам возможности для нового года дает нам возможности встать он еще не судит на свете не особенно он дает нам возможности как бы двигаться и вот этот 20 дней медового месяца мы должны помнить но есть ни одна загвоздка тора говорит никакой закваски никого меда не воскуряйте жертву богу если мед такой хороший такой сладкий почему он запрещен дело в том что связано с его кошерностью талмуд говорит очень простое правило выходящие из нечистого нечисто из чистого чисто все например корове молоко мы пьем потому что сама корова кошерная разрешена нам пищу молоко осла или верблюда запрещено так как эти самые животные некошерные если так возникает вопрос почему пчела насекомая некошерная и запрещенная пищу и следовательно мед который она выделяет некошерный долон быть однако талмуд объясняет что пчела не производит меда в своем теле это уникальное животное собирает нектар цветов и сохраняет о своем теле а возвращаясь более выделяет его в суд и поэтому спокойно выделяется можно потреблять мед но кстати несмотря на это объяснение все равно храм его нельзя было заносить все же считалось не кошерная существует еще одна причина по которой не принято воскурять мед из правила которая гласит что человек имеет право принести в храм то что ему принадлежит например выполняя заповедь бекурим мы приносим храм первые плоды вылащенного урожая твоего но сейчас поднял земли например заброшенного дерева какое-то он не может принести это как бекурим объясняется это тем что чек ничего не сделал для получения этого плода не вложил него свой труд и все кто приносили в храм что-то были это результат их труда мука масло вино это продукты получать в результате какого-то длительного процесса там с медом иначе вот добывает пчелы человек только использует результат их кропотливого труда поэтому тора говорит что этот вид жертвы неприемлемыми достоин богом сейчас период когда мы начали свой путь к емки-пуру к дню когда ставится уж день великий ужасный когда уже ставится печать на приговор и все хотят хорошего года все хотят мы просим бога дать нам хороший год которым средства к существованию будем получать легко так же легко как вот получается этот продукт мед мы ждем удачного и легкого года и поэтому весь месяц мед на нашем столе я хочу тоже пожелать нам чтобы был не просто хороший год а сладкий год потому что горького и не очень хорошая думаю многие уже наелись брахавая слаха всего самого-самого лучшего главное не упустить эти дни главное эти ступенечки вот эти вот 21 день представьте себе у нас медовый месяц а мы за 21 день ушли из дома и где-то гуляем также и с богом не пропустите 21 день брахавая слаха